Продолжение следует... Десять лет назад, когда строительство только начиналось, по плану здесь должны были раскинуться парки, открыться школы, сады и спортивные секции. Однако по факту на их месте выросли панельные башни. План инфраструктуры района. Сколько будет домов, школ. Мы сейчас находимся... Спортивный комплекс. А видим, что мы здесь... А строится сейчас... Еще два. Здесь будет пять жилых домов. Дворы крохотные, за парковочные места идет бесконечная война. Да. Автобусы сюда не ходят, так как просто не могут проехать. Многие жители давно пожалели, что заплатили миллионы за такой вот комфорт. У меня желание отсюда съехать, как у многих, которые здесь покупали квартиры. Потому что мы рассчитываем на какую-то определенную долю комфорта. То есть мы думали, действительно, я покупал осмысленно. Я приезжал, когда только начинал строиться. Я купил в 90-м году, когда был последний дом. Это я так думал, что последний дом в седьмом микроволоне. Какой? По правилам... А теперь их уже 36. А школу, как не было, поликлиника, там даже здесь ее так и тоже нет. Это типичный пример строительства нового микрорайона, который опоясывают крупные российские города. Современные новостройки вызывают неприятное дежавю. За 40 лет они практически не изменились. Добавили цвет, обновили фасад. Сами здания выросли с 17 до 24 этажей. Однако, по сути, это все те же панельные многоэтажки. Не среда для жизни, а пространство выживания. Мода на микрорайоны пришла к нам с запада. В послевоенной Европе и США стали застраивать города по принципу «выше, плотнее, быстрее». Микрорайонное планирование, оно очень хорошо встало на плановую экономику. Перестало быть важным качество городской среды. Было важно сдать квадратные метры. Однако уже в конце 60-х от микрорайонного концепта стали отказываться. Недостатки к тому времени стали очевидны. Большие дома давят. Они остаются чужими и монотонными, что плохо сказывается на психическом здоровье. В Европе в целом было распространено многоэтажное строительство. Сейчас его практически нигде нет, либо это идет как какое-то исключение. Почему? Потому что там поняли, что это порождает такой комплекс социальных проблем, что это действительно превращение в гетто полноценное, где каждый человек считает, что человек человеку волк. Все это способствует росту криминала на таких территориях. Вспомнить хотя бы жуткие гетто парижских пригородов. Есть классическая поговорка о том, что жилищный вопрос всех испортил. Поэтому, когда людей много, они в постоянном напряжении, и поэтому им нужен какой-то выброс. Этот выброс, скорее всего, демонстративный. Подростки рисуют граффити, люди ссорятся с соседями. Неудивительно, что во всем мире идет обратный процесс сноса микрорайонов и строительства мало и среднеэтажных районов. У нас все наоборот. Застройщикам выгодно штамповать высот. Минимум, прибыль, максимум. Во-вторых, устарели градостроительные нормы, СНИПы и требования, которые еще с 70-х заточены под однотипные районы. Похоже, что такими темпами и во вторую половину 21 века мы дружно шагнем вместе с железобетонными башнями. О настоящем и будущем облике больших городов поговорим с нашим гостем. В студии специалист по урбанистике Петр Кудрявцев. Здравствуйте, Петр. Вы согласны с утверждением, что однотипные кварталы, многоэтажи, к окна в окна, это скорее зона выживания, а не среда для жизни или комфорт? Вы знаете, для многих это тоже родина. Я услышал в сюжете, что это все к нам пришло с запада. Конечно же, первые какие-то истории, да, идеальный микрорайон был придуман в 1929 году, но он лег на очень благодатную почву, потому что стандартизация, плановая экономика. И проблема здесь, конечно же, прежде всего, даже может быть не только в экономическом эффекте, но в привычке. Вся индустрия привыкла строить именно так. Все нормы сделаны под этого. И мышление очень многих людей тоже именно такое. Вот только сейчас оно начало меняться. Да, мы понимаем, к чему это ведет. Требования к застройке меняются в нашей стране, так как на Западе каждые 10-15 лет, в зависимости от веления времени. Знаете, все архитекторы об этом говорят сейчас, все архитекторы и градостроители об этом говорят сейчас. Поменять требования крайне сложно, однако это необходимо делать. Очень многое нужно менять, это факт. Так я понимаю, что сейчас на Западе как раз стараются отказываться от подобного рода застроек, от кварталов густонаселенных. А вот вы говорите... Явно понимают, что нужно что-то менять. Есть ли какой-то доступный аналог? Если он есть, то вот что это? Улица самоштабная. Например, две полосы, тротуары, пять-шесть этажей застройка, возможно, со внутренним двором. И, скажем, например, параметры квартала, как мы назовем это квартальная застройка, например, там 100 на 100. Это удобно, ты это чувствуешь. Ты себя отождествляешь с этим домом. Ты понимаешь, что это дом действительно твой дом. Когда ты видишь огромную свечку или огромный микрорайон, конечно же, это намного сложнее. Но мы же представляем то, что вы нарисовали. Это можно увидеть в коттеджных поселках в ближайшем Подмосковье. Это рисуют в своих мечтах и те, кто хочет так жить. Но возможно ли у нас это осуществить, вот подобную модель? Конечно, это возможно. Но есть действительно очень много проблем. Я работаю с достаточно многими девелоперами. И очень многие из них, особенно, скажем, занимаясь проектированием близлежащих к мегаполисам полям и действительно большим территориям, они все вначале проектируют действительно низкоэтажную, высокоплотную застройку. Но ровно в тот момент, когда они начинают ее повышать, они чувствуют, конечно же, прибыль, и сразу же, собственно говоря, все пропадает, все качество среды пропадает. Поэтому здесь, конечно, нужна обязательно определенная регуляция со стороны города, со стороны государства, для того, чтобы это происходило. Эксперты предлагают таким девелоперам давать какие-то льготные условия кредитования. Их может это заинтересовать? Конечно. Задача девелопера, конечно же, это прежде всего получение прибыли. Ограничить же их не могут. Их не могут ограничить, но прежде всего это, естественно, все, что связано со стратегическим планом развития города. Но сегодня можно что-то сделать тем людям, которые живут в этой однотипной застройке, в этих кварталах безликих, в этих бетонных джунглях, как называют тогда, чтобы как-то создать хотя бы иллюзию того, что их среда жизни поменялась? Мне кажется, что здесь самое главное – это создание соседского сообщества. Вообще люди намного больше тратят времени на свое место обитания, если они дружат друг с другом, если они понимают, кто находится вокруг. Это может быть связано с благоустройством двора, с созданием каких-то, может быть, клубов для пожилых, или, может быть, частного детского сада, или чего-то. Каждый раз, когда я начинаю какой-то новый проект, я всегда ищу людей, которые уже являются активистами. Потому что именно через них, с одной стороны, ты получаешь очень много информации про местность, потому что, конечно же, нужно жить там, где что-то будет строиться. А с другой стороны, если люди чувствуют, что девелопер, город для них делает что-то хорошее, они с удовольствием включаются в этот процесс. Но это не только столичная проблема, а наша общероссийская характера. Абсолютно, абсолютно верно. Спасибо. Спасибо. Об облике больших городов мы говорили со специалистом по урбанистике Петром Кудрявцевым. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова